не могу не задать вам такой вопрос вот это вот широко обсуждаемая трагедия которая произошла в небе над тверской областью не буду спрашивать почему произошло как произошло это уже установит следственный комитет очевидно больше интересна та реакция которая возникла на западе и в том числе в украине и в том числе обвинение в адрес нашего президента вот якобы предоставил гарантии безопасности в итоге случилось то что случилось но в недавнем разговоре журналистами буквально сказал что во первых это территория другого государства там никакие гарантии безопасности не распространяются и вот откуда у запада вот эта реакция на падение самолета пригожина как вы считаете почему они вдруг все так переполошились там скажем так ну они не переполошились они организовали скорее всего этот акт вот и поэтому им надо было сделать такую реакцию при которой значит отвести свою собственную так сказать свое собственное участие в этом преступлении да да и перевалить его на кого угодно и на российские официальные власти и на не так сказать какой-то то непонятные значит бизнесовые какие-то разборки они там выдвину немало версий среди которых нет одной только версии а кто заинтересован был чтобы убрать всю верхушку вот этой вот значит военной группировке вагнер я хочу сказать что при всей неоднозначности самой личности пригожина так вот то что он делал особенно последний год говорила о его патриотизме прежде всего по отношению к россии и говорил о том что это был очень инициативный энергичный руководитель и откровенно говоря мне вот так сказать ну глубоко печалила вот эта трагедия как человека печалила не как политика как человека прежде всего потому что я видел этого искреннего человека который так сказать и заблуждался может быть в чем-то и может быть иногда принимал не совсем выверенные решения но это был патриот своей страны и вот это было так сказать видно поэтому никакого значит если уж так рассуждать какие-то там говорить причастики официально то тогда надо сказать что и прилепина взорвали тоже так сказать какие-то официальные лица и дарью дугина взорвали и теракты многочисленные проводятся ясно что быстро прежде всего заинтересованы были устранить значит пригожина да это условно американцы и так сказать спецслужбы прежде всего они заинтересованы но в том числе и поляки наверное знаете учитывая то как они отреагировали поляки просто я не мы их не называем силу слабости их спецслужб как мне представляется потому что у них невозможно сравнить ни с рук не смешать там да у которых громаднейший опыт громаднейшие возможности классальная агентура но поляки есть поляки это сказать все таки относительно слабое государство который у которого гонора много а за душой так сказать мало чем этот гонор подтвердить так всегда был в истории кстати столетиями так и сейчас из своего гонора не теряли свою самостоятельность свою страну теряли вот вы сказали да что польша она можно сказать в значительной степени ответственно за развязывание второй мировой войны и не кажется ли вам что здесь можно провести параллели между той межвоенной польшей и современной польши которая точно такой же враждебное государство по отношению беларуси к россии которого сейчас грозится полностью закрыть границу вместе с прибалтикой такие параллели они наверное прослеживаются абсолютного права точная копия того что делал пилсудский до своей смерти в 36 году и что делали его последователи министр иностранных дел бы такой известный до который был одним из участников а значит заключение пакта пилсудского гитлера да портрет гитлера повесил своем кабинете он у него висел до момента вторжения гитлеровцев в польшу и значит самая главная политика так называемый коменданта пилсудского это было стопроцентная русофобия ненависть к россии ненависть к советскому союзу и постоянно собственно рионами весь этот союз строил так сказать с гитлером на том что вот мы вместе с вами завоюем советский союз но гитлер был отличие от пилсудского не дурак надо заметить вот то есть не до такой степени заангажированный как пилсудский и поэтому прекрасно понимал что так сказать польша ему так сказать простой ненужный довесок вот и союз с польшей ничего ему не абсолютно не даст и вот так оно и получилось он разгромил польскую армию за две недели так что вот цена вот этого хонора польского вот и ну я так сказать мне пришлось работать скажем с другими политическими руководителями польши но с дональдом тузском премьер-министром комаровским президентом это были абсолютно так сказать умеренные политики я тоже были в какой-то степени русофобы вот как и многие другие поляки потому что это воспитывалось у них уже начиная с 90-го года так сказать больше готовил вот такую политическую элиту абсолютно русофобскую но все-таки значит с каким-то наличием здравого смысла а приход к власти кочинских братов сначала покойного президента и нынешнего так называем теневого лидера вот это приход к власти крайне националистическое галтевый абсолютно не национальный по сути спит потому что то что они делают для польши больше разрушает и создает проблемы им европе по большому счету они выстраивают свою диктатуру вот и кому-то может нравиться не с европейским союзом так сказать противоречат там ведут политику такую якобы свою на самом деле если вдуматься то что они делают когда устанавливают монополию одной власти одной партии точнее политической силой когда подминают под себя судебные органы на самом деле еще раз оподчеркиваю это укрепляет вот самые гнусные политические силы в польше мессивистические анти белорусские антироссийские и конечно антиукраинские вся так называемая дружба ну я встречался с покойным кочинским президентом были беседы так сказать с каким он гонором разговаривал с нами с каким он высокомерием с нами разговаривал надо было таскать это был узкий русские встречи русские ужин и так называемые но вот где чек раскрывается так что значит для таскать вот этой линии политической украинцы как были холопами так они остались в их сознании это в подсознании у них находится